Свободные отношения. Что это и стоит? Начнем с того, что свободные отношения, скажем, из таких двух моментов, двух фрагментов. Первое, это когда вы вместе, у вас полноценные отношения, но при этом вы свободные, вы, то есть, можете также общаться, знакомиться, ходить куда-то с кем попало, то есть, чуть ли там не целоваться, только без интима. То есть, вот есть такие свободные отношения. А чаще всего люди подразумевают свободные отношения, когда мы с тобой типа вместе, но только ради секса. То есть, мы с тобой видимся только для удовлетворения своих утех, все дальше живет каждый в своей жизни. То есть, ты делаешь, что хочешь, только ни с кем больше не спишь. Это свободные отношения. Чем это чревато? Думаешь, свобода, легко, классно, все здорово? Да, классно, только кто-то из вас все равно влюбится. Кто-то из вас один все равно влюбится, и скорее всего, это будешь ты. Влюбишься и будешь терять достойных мужчин в своем окружении, будешь терять внимание тех мужчин, которые на самом деле в тебя влюблены, и на самом деле это им интересно, а не только как кусок мяса для удовлетворения своих утех.